Друзья, всем привет! С вами снова я, ваш тренер Сергей Бондаренко. И сегодня я хочу рассказать о разбросе ног после завершения подъема, в рывке, в подъеме на грудь. Как это делать не нужно. Обычно это происходит в кроссфите, в любительской тяжелоатлетике. Вот таким образом. И даже частенько так и учат. Вот такие варианты. Ну и в рывке, допустим. Еще бывает интереснее, я попробую, конечно, сделать. Вот такие колени вот сюда, ноги вот так. Да, вот как-то так. Вот такие варианты. Чем, собственно говоря, это плохо и опасно? При таком ряде разброса ног можно просто получить травму, если мы точно не попадем в высоту вылета штанги. То есть, если мы работаем нормально, классическим сплостом, он будет разбросить чуть-чуть шире таза. Штанга начинает поддавливать. Ну, просто здесь просели ниже. И все спокойно. Мы сели, потом встали. Вот то же самое в рывке. Просели, спокойно встали. Если мы глубину седа увеличим. Вот смотрите, вот я встаю так, встаю так. Так я глубже. Да? За счет разброса будем мы седу увеличим, а не за счет подседа и уменьшения углов колена в суставах. То при таком разбросе, если нас начнет просаживать, мы сесть не сможем. Естественно, мы вес не зафиксируем. Скорее всего, получим травму. Здесь и боковые связки будут перерываться, и целые связки в коленах в суставах и так далее. Поэтому, пожалуйста, так не делайте. Этот способ, он, ну, как видите, лимитирует возможность присесть в губердаре. Даже если вот так колени ориентируют, так ниже я не могу сесть. В этой позиции я могу просесть на полную губу. Всем спасибо. Задавайте вопросы в комментариях. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Так я вижу, что вам будет это интереснее. Эта серия видео подписывайтесь. Увидимся.